У нас по Финляндии очередная задница связана с тем, что Америка ввела санкции против неких россиян, которые живут в Финляндии и против некоторых компаний с российскими корнями, в том числе логистическим компаниям. Суть санкции заключается в том, что эти компании были завязаны на нелегальной торговле разными электронными компонентами, которые использовались в Петербурге для строительства подводных лодок и которые использовались, что самое неприятное для каких-то вещей в Крыму. На моей истории это уже третий раз такая ситуация. В принципе, я знаю, что будет происходить после этого, но есть два момента, которые я хотел просто спросить. Дело в том, что одна из компаний и один из людей, которые в Финляндии живут, является учредителем и, в общем-то, организатором одного большого союза логистических компаний. Не буду называть названия, чтобы не подставлять людей. Эта ассоциация объединяет много компаний в России и за рубежом, известной компанией. И теперь финское отделение находится под санкциями и один из учредителей, организаторов этой ассоциации находится под санкциями. У меня вопрос, должны ли члены санкции, члены ассоциации в экспресс-порядке подавать заявление об уходе из этой организации. Вообще, это первый раз я вижу такую ситуацию, когда под санкции попадает ассоциация. Ассоциация, в нее входит множество компаний. Ассоциация попала под санкции. Попадут ли члены этой ассоциации под некий контроль, некий прессинг или нет. Но вот я могу сказать, что те тракеры, которые работали с финскими санкционными компаниями, сейчас испытывают, в общем-то, неприятности. Я могу сказать, что платежи в эти компании уходят со скрежетом. Каждый платеж в Нордию в адрес одной или другой транспортной компании, которая обслуживала финские компании под санкциями, рассматривается под лупой. Запрашивается масса документов. У меня возвращалось за последние две недели два платежа в Петербург на счета компаний, которые работали с финскими подсанкционными компаниями. Такая вот необычная ситуация.